Сейчас молодым группам выйти куда-то, то есть там на свет, стать известными, да вообще практически нереально, мне кажется. Не потому что для этого нет путей, а потому что публика не интересуется. Вот чем все дело. Доброфест Музыка стала техничной наряду с тем, как в 90-е годы вы писали музыку образную. Не поэтому ли у нас так много групп и так мало их пробивается к массовому зрителю? Может быть вся суть в сочетании, содержании и техничности? Может быть равновесие нужно? Конечно. Безусловно, да. Все самое хорошее происходит в равновесии, конечно. Но нужно учитывать, что, например, в начале 90-х клипы рок-групп крутили как минимум три канала. Да, все-таки на всю страну. И MTV, и МСТВ, и там еще что-то, и One был потом и так далее. То есть это все-таки было хоть даже по центральному телевидению была программа, а в конце концов, да, какие-то гостевые эфиры рок-музыкантов. Сейчас рок-музыку не крутит никто. По сути никто. И буквально одна-единственная крупная FM-радиостанция, которая крутит рок-музыку, да, более-менее. Хоть какую-то, слава богу. Поэтому у нас нет ни альтернативы никакой, да, грубо говоря, ни конкуренции, ничего в этом плане. У нас нет шоу-бизнеса в стране. А сейчас такое положение, что все-таки в свое время рок-музыка была чем-то таким эксклюзивным, да, она являла собой позицию оппозиционеров. Оппозиции не просто власти, а режима, да, какого-то режима, стили жизни и так далее. А сейчас то, за что рок-музыка боролась, практически в жизнь пришло. Да, то есть пой, что хочешь, играй, что хочешь, там, ходи, хоть, там, не знаю, хоть голым, грубо говоря. То есть какая-то определенная свобода, за которую все бились, она пришла. Поэтому, да, то есть люди не очень поняли, что речь шла о внутренней идеологии, да, не о внешней каких-то вещах. Большинство людей, они получили свою колбасу, да, грубо говоря, там, двухэтажную дачу, там, машину в семью и все. И их это удовлетворило. А рок-музыка, в общем-то, всегда говорила о какой-то внутренней свободе. А это немногие поняли. Сейчас молодым группам выйти куда-то, да, то есть там на свет, стать известными, да, вообще практически нереально, мне кажется. Не потому, что для этого нет путей, а потому что публика не интересуется. Вот чем все дело. Вы говорили, что не вмешиваетесь в технические нюансы игры музыкантов группы, а ребята, если так можно выразиться, не вмешиваются ли в написание текстов? Не, никогда. Да и мало того, я могу сказать, что у меня так странно получилось, что у меня практически, ну, все песни так или иначе, да, как-то о моей жизни, либо о Боге, да, либо обо всем, что с ним связано. А у меня все остальные музыканты в группе атеисты. У меня так странно получилось, да, знаете, что у нас группа пилот вся практически, да, все время поет, ну, как бы, так или иначе, как бы, об отношениях с Богом, об этих вещах, да, там, косвенно или прямо. Но в группе играет, как бы, помимо меня, три атеиста. Но они делают свое дело, и, как говорится, им зачтется в карму, даже если они в нее не верят. Хорошо, спасибо. На это, честно говоря, просто времени не хватает. Очень много своей работы в группе, очень мало времени на то, чтобы что-то сделать, потому что концертов много. Ну, и все взрослые дядьки уже, да, там, семьи, дети и так далее. Вот, но у меня не погасла эта идея, я все еще намерен это осуществить, потому что группа «Объект насмешек» одна из самых моих любимых, вот, групп моей юности. Немножко, вот, буквально, пара таких, может быть, немножко личных вопросов. Вы говорили, что вам нравится посещать... Вы говорили, что вам нравится посещать места, связанные с вашими прошлыми воплощениями на Земле. Как вы их находите, как чувствуете, когда вот оказываетесь в таких местах? Я вспоминаю, узнаю. То же самое ощущение, как ты, например, входишь в квартиру, но идешь по улице, видишь, много людей, люди идут. И вдруг, о, мама, привет. Как ты ее узнала? Ну, ты просто узнала ее, это же мама идет. Вот здесь то же самое, никаких вопросов. Ты приезжаешь в место и понимаешь, что вот она, я здесь жил, я здесь вырос, и все. Но в этой жизни я в этом месте никогда не был. Ты понимаешь, что ты здесь жил раньше? Просто прямое узнавание. Людей узнаешь иногда, несмотря на то, что у них даже другое лицо, иногда даже другой пол. Но ты все равно их узнаешь. По каким-то внутренним ощущениям. По тому, по мимике, как они говорят с тобой, по внутренней, я не знаю, как это объяснить. Душа узнает душу. А иногда и Бог подсказывает. А всегда ли люди, которые были, может быть, связаны как-то в прошлых жизнях очень сильно и не хотели расставаться, встречаются в последующих? Конечно, конечно. Да, бывает такое очень часто. Ну, по крайней мере, среди моих знакомых таких людей очень много. Есть пары, даже, да, там, ну, как бы, грубо говоря, мальчик, девочка, которые уже не одну жизнь живут вместе. Возможно, просто они раньше были в других, другие роли исполняли. Скажем, это могла быть там мама и сын, да. Или наоборот, муж и жена, или там, ну, не знаю, как там, да, друг семьи и там еще что-то. Но они держатся вместе очень много-много сотен лет. Даже, может быть, тысяч. Есть такие пары, конечно. Спасибо. Последний вопрос. Вы с вашими друзьями, как бы, чтите высказывания «Жизнь и доверие» теряют один раз. Я дедушка сказал. А как вы думаете, может ли быть у человека второй шанс? И как понять, отступился, как бы, вот, человек от каких-то своих плохих идей? Может быть, какое-то у него произошло раскаяние? Вы знаете, я в этом плане, как раз, мне очень нравится христианство. Потому что именно христианство говорит «прощай» не один раз, и не семь, а семидежды, да, семь, грубо говоря. Но я не готов жить по этим правилам. Я согласен с тем, что это правильно, да, я согласен с этим утверждением. Но не готов таким образом жить, поэтому я не могу назвать себя христианином. Для меня, в моей жизни, да, в которой мне очень тяжело, грубо говоря, там, выполнять свою задачу, да, и как выполнять ее, мало того, стараться безупречно, да, потому что меня этому учили. И поэтому у меня в жизни работает правило, о котором меня научил дед, и о котором меня учили мои учителя. Если один раз человек тебя предал, то есть это все. Это как вот с медведем или с собакой, да. Если собака один раз укусила человека, она обязательно это сделает второй раз, потому что она поняла, что это возможно. Вот. То есть она не может, нельзя оставлять безнаказанным это. Иначе она поймет, что это просто нормально, это норма, и все. Ну, я в своей жизни понял, что легче, если человек меня один раз предает, легче сразу его выкинуть из своей жизни, чем вот морочиться и там заниматься им, да, вот прощением ему, давать второй шанс, опять подставляться под него, да, зная, что он тебя предаст в любой момент и так далее. То есть я не могу себе позволить этого. Хотя согласен с тем, что это нужно делать. Прощать нужно много раз, но у меня нет таких сил. Вот духа не хватает, правда, я слаб духом. В это вряд ли кто-то поверит, но в любом случае спасибо большое за интервью. Илья Чёрт специально для рок-портала «Эквилибриум». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин